Конкурс «Традиционная кукла» любим детьми и педагогами. Современные технологии позволяют создавать шедевры из самых обычных материалов. Кружево, шерсть, хлопок, немного ярких акцентов и кукла готова. Работа интересная, работ много. Причем работы такие большие. Можно увидеть, например, необыкновенную Наташу Ростову. То есть красивые очень работы, много работ. Очень изумило меня лично, изумило работа, где шахматы. Видели, наверное, традиционная кукла в виде шахмат. Это, конечно же, ювелирная работа. На конкурс работы учеников представили практически все образовательные учреждения района. Пять номинаций и единые критерии оценок для каждой. Члены жюри детально разбирали каждый экспонат. Учитывалось качество исполнения изделия, уровень творческого решения, соответствие тематики и, конечно, сохранение традиций. В этом году подошли наши педагоги и участники. Очень ответственно. Есть, конечно, немножечко еще будут потом данные рекомендации, как нужно сочетать материал. Ни в коем случае, если это тряпичная кукла, то вдруг соломенный домик или еще что-то. Ни в коем случае это нельзя делать. Ну, будут уже подсказки такие нашим мастерам. Некоторые участники на конкурс выставляют свои работы не в первый раз. Каждый надеется на победу и возможность представить свои куклы на областном конкурсе. Мне вообще очень нравится делать своими руками рисунки разной поделки. Народное творчество мне тоже нравится. Мне вообще нравится все то, что можно сделать своими руками и от души. Я тоже люблю что-то шить или, может быть, связать или поделку сделать. По итогам конкурсного дня гран-при выставки «Традиционная кукла» был присужден ученикам православной гимназии «Светоч». Миниатюрные шахматы покорили всех своим изяществом. Эта работа и работы дипломанта в первой степени во всех номинациях будут отправлены на областной конкурс «Юные таланты Москвы». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова